Дорогие друзья, мы выехали к Шарскому каньону. Вы только посмотрите, две горы сходятся между собой, объединяются и образуют мешок. И со временем река разъединила их, и мы через какое-то время поедем вот именно туда и будем проезжать сквозь горы. Меня переполняют эмоции, это настолько красиво, что я не могу даже подобрать слов, потому что это нужно видеть вживую, это нужно видеть своими глазами. Камера даже маленькой толики всей красоты не передает. Могущество и высота гор. Мы вернулись назад, немного отошли, и посмотрите на эту перспективу, от которой захватывает просто дух, от ее первозданности. Я не устаю повторять эти слова, потому что это природа, такая, какая она есть на самом деле. Задумка высшего сознания. Немного в дымке, но тем не менее, прекрасная видимость, прекрасные пейзажи. Кстати, горы располагаются так, что солнце здесь практически не попадает. Они пологие такие достаточно. Но тем не менее, смотрите, какая здесь бурная растительность. Все зелено. Все зелено. Какую вам перспективу я засняла, как я это вижу. Уши уже закладывают, потому что мы поднялись на высоту 300 метров над уровнем моря. Так что мы поднимаемся все выше и выше. Кстати, поднимемся на высоту 900 метров над уровнем моря. Так что не приключайтесь, будет интересно. Тем временем мы подъехали к молочному водопаду. Это минерализированный источник горной воды. То есть можно сейчас набрать горную минерализированную воду в бутылке. Мы сейчас находимся на высоте 1200 метров над уровнем моря. Подошла поближе, поснимаю вам. Идет такой достаточно сильный дождик. Сейчас уже отправляемся к озеру Ритса. Что, мы туда полетим? Деревья опулируют тебя со всех сторон. Знаете, у меня такое ощущение, вот я не была никогда на Бали, но мне кажется, что там именно так. Очень много зелени, которая тебя просто окружает. Ну что, мы приехали к озеру Ритса. Его открыли в 1931 году. Начали строить подъездные пути, дороги, прокладывать мосты в 1936 году. И вообще, в переводе с абхазского озера Ритса, это озеро у подножия трех гор. А сейчас перед вами открывается единственное пологое место. Вот именно здесь отдыхала жена Сталина, Надежда Аллилуева. Сейчас дымка, пасмурно, но вы знаете, в каждой погоде есть свое очарование. Естественно, в солнечную погоду было бы еще красивее, озеро было бы небесно-голубого цвета, либо синее. Но, знаете, свое очарование в такой погоде есть. Я хочу вам задать еще такой вопрос. Что вам больше понравилось? Путешествовать по Розахутру. Буквально несколько дней назад я снимала видео о своем путешествии на Розахутру. То есть, это курорт лакшери, где все как за границей, все красиво, все интересно, канатная дорога. То есть, как бы все это рассказ о том, как человек покорил природу. То есть, он построил канатные дороги, он провел везде путь. А видео из Абхазии это видео оттуда, где природа не тронута человеком. То есть, естественная, как она есть, как она создана высшим разумом. Поэтому, напишите в комментарии, что вам ближе, что вам больше понравилось и куда бы вы поехали отдохнуть. Обязательно напишите. Я очень жду обратной связи. Меняем дислокацию. И услышите, как совсем недалеко от меня, буквально в 150 метрах, горная река, которая впадает в озеро. Давайте подойдем поближе и потрогаем воду. и и океан и и Экскурсовод сообщил, что и сейчас температура воды составляет всего 8 градусов. летние дни она составляет примерно 18 градусов. Ну что, нам будет холодно или нет? Вы знаете, зато интересно. Ну что, мы пришли на главную смотровую площадь. подходим ближе и ближе к озеру. Посмотрите, какой шикарный вид открывается. обалденный вид. Вид на миллион. Вот и вот и поехали с вот так вот без людей. Вот так прям сзади. Здесь людей без без людей. Озеро Ритя как на открытке из СССР. Воспоминания детства. Тем временем мы уже приехали в Новоафонский мужской монастырь. Прошли внутрь, поставили свечи за здравие, за упокой. Конечно, внутри там требует все ремонта. тем не менее рекомендую к посещению это место. Вышли из монастыря. Посмотрите, какая прекрасная перспектива. Море, кипарисы. Очень красиво. Ну, в общем и целом, подведем итог экскурсии. Экскурсия мне реально понравилась. Это такой некий экскурс в мое детство. я была 32 года назад здесь и в зрелом возрасте сейчас посетила Абхазию. И что я могу сказать? Мне настолько понравилось, что я приеду сюда еще и еще. Такой растительности, буйства красок я не видела даже в Сочи. Так что если вы хотите посмотреть на очень интересные растения, посмотреть обалденную природу, горы, озера, горные реки, пожалуйста, приезжайте в Абхазию и берите обзорную экскурсию. Да, это обзорная экскурсия по Золотому кольцу Абхазии, так как сейчас осень, не была включена пицунда, но в летнее время обязательно она включается в Золотое кольцо и конечно ее не хватает, но нельзя все сразу посетить за один раз, то есть надо что-то оставить и на следующий, поэтому пицунду мы оставили как бы на следующий раз и обязательно вернемся сюда и обязательно я поснимаю для вас пицунду. Вы только посмотрите, какая супер смотровая площадка открывается чуть поодаль от Новофонского Монастыря Мужского посмотрите мы даже сможем встретить закат Абхазия это эмоции, которые вы запомните надолго это я вам говорю точно обещаю закат 3 ноября 2021 просто восхитительно особенно мне здесь понравились цены на рынке вот такая большая сочная вкусная хурма килограмм стоит 70 рублей мандарины сочные обалденные по 50 все остаюсь здесь жить мы находимся в центре Нового Афона на пруду и вот это примечательное кафе которое уже больше 30 лет радует посетителей мне было 7 или 6 лет точно я не помню и мама меня приводила кушать мороженое в это кафе представляете оно до сих пор функционирует кто здесь отдыхал обязательно ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на канал все самое интересное впереди по волнам моей памяти в СССР так интересно напишите в комментариях кто-то примерно в это же время был в Новом Афоне отдыхал в этом кафе в маленьком возрасте в детском возрасте очень тихо и уютное место посмотрите как здесь уютно и красиво а белый лебедь на пруду дорогие мои вам не трудно а мне очень приятно пожалуйста нажмите на кнопочку подпишитесь на канал а еще нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео на канале в следующем видео Продолжение следует...